Итак, мы продолжаем наше плавание на корабле Мера Виглия. И следующая, третья остановка в нашем плавании. Генуэ, Рим и теперь Палермо, столица Сицилии. Замечательный, загадочный остров Сицилия. Это самая большая административная область Италии. С населением 5 миллионов человек. И самый большой остров Средиземноморья. Мы давно, давно мечтали здесь побывать. Объездили почти всю Италию, но, к сожалению, никак не получилось нам сюда добраться. Мы много лет мечтали, откладывали, строили планы, откладывали вновь. И вот здесь вот такой замечательный круиз на лайнере. Решили попробовать. И когда увидели, что этот лайнер останавливается на Сицилии, в Палермо, мы тут же согласились. Тем более, что дата нашего прибытия на Сицилию 16 января. А это, скажу вам по секрету, мой день рождения. А так как я давно мечтал здесь побывать, супруга сделала мне вот такой замечательный подарок. У нас Сицилия и город Палермо встретила замечательные погоды, солнце. Было настолько тепло, что мы запарились в своих куртках. А мы по привычке ходили в куртках, потому что январь месяц и абсолютно непонятная погода. Вот, кстати, видите, впереди дети сидят. Это идет урок. Стоит учитель, дети сидят, а учитель что-то там рассказывает про итальянскую историю, я так понимаю. Мы начинаем прогулку по улицам Палермо. Никакой мафии мы здесь не встретили. И вы не бойтесь. Я думаю, что мафии абсолютно все равно. Вы как туристы. Более того, мафия уважает туристов. Потому что туризм очень существенная. Статья доходов на Сицилии, да и вообще в Италии. Там порядка 50% дохода, это как раз доходы от туризма. Поэтому смело приезжайте и не бойтесь. Это все мифы. И где этих братков нету? В какой стране и в каком городе? Да нет таких. Везде они есть. Но просто так вот получилось, что при слове мафия сразу все почему-то ассоциируют это с Сицилией. Большой, замечательный, красивый театр. В Палермо. Построенный в самом конце 19 века. Театр Массима. Очень красивый. Но, к сожалению, мы внутрь не попали. Он был закрыт. Вообще Сицилию мы, как мы любим говорить нашей семье, надкусили. То есть мы просто попробовали, посмотрели, понюхали. Вот кошечка, ну вылитая, а может кот, вылитая наша кошка Муся. Просто настолько похоже, что аж сердце защемело, когда мы ее увидели. И вот тут друг, пес рядышком сидит. Продолжая разговор о том, что в Сицилии мы приехали, как мы говорим, на разведку. То есть мы приехали посмотреть, что такое, понюхать, попробовать. И я думаю, будут силы, будет здоровье. Соберем, как говорится, денежку, соберем средства. И обязательно сюда приедем на недельку, а может быть даже и на две. Я представляю, какой это будет красивый фильм. Потому что, конечно же, Сицилия это не Палермо. Далеко не Палермо. И совсем не Палермо. Сицилию надо обязательно брать машину и ездить по всему острову. По маленьким деревушкам, городкам. Вот говорю, а у самого ваших слюни текут от предчувствия, от удовольствия этой замечательной поездки. Да, вот так вот сделать бы какой-то аукцион. Бросить клич и собрать денежку на съемку фильма о Сицилии. Если братки Сицилии слышат меня, имейте в виду, что я готов снять замечательный фильм об этом острове. Фильм будет красивый и добрый. Итак, мы идем в сторону Кафедрального собора Палермо. Мы продолжаем прогулку по Палермо, столице Сицилии. И направляемся мы сейчас в центр. В Кафедральный собор. Или Собор Успения Девы Марии. Собор является местом пребывания мощей покровительницы города. И всей Сицилии и Святой Розалии. В течение XII-XVIII веков собор неоднократно перестраивался. Соединяя все черты арабо-нормандской архитектуры, готического стиля, классицизма. Известен собор уникальными гробницами сицилийских королей и германских императоров. Правление которых сицилийское королевство достигло своего расцвета. В 2015 году ЮНЕСКО внесла этот собор в список объектов всемирного культурного наследия. Снаружи собор даже немного напоминает, наверное, дворец. Это настоящее произведение искусства. Дело в том, что владычество над островом переходило от одного государства к другому. Здесь правили и римляне, и норманы, и арабы, и испанцы. И поэтому здесь вот такое вот смешение стилей. Лучшие времена самостоятельного сицилийского королевства пришлись на XIII и XIV века. И в соборе торжественно короновались направления, величественно хоронились усыпальницы королей и королевы, императоры. Ведь только в XIX веке Сицилия была включена в состав Итальянского королевства. Вход в храм бесплатный. А вот там, где находятся королевские гробницы, крипты, вход стоит, по-моему, пять лет. Был замечательный день, светило солнце, было очень тепло, радостно. И молодежь, прям перед входом в кафедральный собор устроила танцы. Я не знаю, что это за танцы, может кто-то пояснит, кто разбирается в этих танцах национальных. Я даже не знаю, мне кажется, это не итальянский, не испанский. Хотя все возможно, но они так веселились, так здорово танцевали. И чувствуется, что профессионально танцуюсь, что я снял дыры. Продолжаем с вами прогулку по замечательному, красивому городу Палермо, столице Сицилии. Сейчас мы идем по одной из самых центральных, таких скажем, улиц города, к новым воротам. Эти ворота были сооружены в XVI веке и окончательно сделаны в XVII веке. Хотя историки утверждают, что первые ворота еще на этом месте были построены намного раньше. Построили эти ворота в честь победы Карла V в Тунисской войне. Прям слева, в 100 метрах, находится красивый парк, зеленый, весь в пальмах. Этот парк называется Вилла Бананна. Но Бананна это не от слова банан. Был такой мэр города Палермо, Пьетро Бананна. А основная цель нашей сегодняшней прогулки по Латинской капелло. Это невероятное чудо в городе Палермо. Просто рекомендую в обязательном порядке посещение этого храма. Это небольшой храм, или даже если перевести с итальянского, это дворцовая часовня. Дворца в Палермо. Была личной часовней сицилийских королей и вице-королей. Один из важнейших памятников арабо-нормандского стиля. Содержит выполненные византийскими и местными мастерами мозаики 12 века. Внесен в список ЮНЕСКО, объекта всемирного культурного наследия. Когда я здесь находился и осматривал эти величайшие произведения искусства, мне не покидала мысль, как говорят обычные дежавю, где-то я вот эти росписи, эти мозаики я уже видел. Я никак не мог вспомнить где. Но, во-первых, четкое ощущение, что как будто мы находимся, если смотреть только на мозаику, как будто мы находимся с вами в русском храме, в православном храме. Ну, в Византии сказывается, конечно. А потом я уже, когда приехал домой, я начал читать, изучать литературу об этой капелле. И вдруг нашел такую фразу, что оказывается ученые итальянские, и потом позже подтвердили гарвардские ученые, что иконография капеллы поразительное сходство имеет с расписанным в те же годы собором Мирожского монастыря в городе Псков. Какового? Надо обязательно найти фотографии из этого монастыря и сравнить. Не уходите далеко, наша прогулка по Палермо продолжается. Мы продолжаем прогулку. Прогулку по городу Палермо. Сейчас мы направляемся в сторону фонтана Притория. Знаменитый, самый красивый фонтан города и церкви Святой Екатерины. Штурман сверяется с картой и говорит, идите туда. Ну, раз штурман сказал, идем туда. Вот такая красивая, бесстыдная аллея или аллея бесстыдница. Вот поймали мы каких-то итальянцев и заставили их прыгать. У них ничего так получилось. Летать и не умеют. Молодцы. Город, конечно же, Палермо интересен своей архитектурой. Здесь такое невероятное смешение всевозможных стилей. Вот это классический арабский двор. Много зданий, которые напоминают Испанию, Италию, Германию. Классические узкие итальянские улочки. Много сувенирных магазинчиков. Ну, а как еще, если здесь огромное количество туристов ежедневно. Даже вот такие лайнеры, на которые мы прибыли сюда, в порт, их там стояло, по-моему, штуки три. И каждый, каждый день. Нам только на нашем лайнере было 5000 туристов, представляете. Зашли в этот магазинчик и купили маленькую тарелочку. Маленькую тарелочку Сицилии. Ну, решили сейчас купить. Хотя уже в последнее время практически не покупаем. Это такой интересный герб, символ Сицилии. Три ноги из одной точки. А это одна из центральных площадей Квантраканти. Четыре угла. Четыре похожих здания с скульптурными группами, фонтанами. Каждое здание олицетворяет некое время года. То есть весна, лето, осень и зима. Вот. Буквально мы уже рядышком с целью нашей прогулки. Следующая цель, которую мы сейчас наметили, это фонтан Притория. И церковь Святой Екатерины. Мы сами себе придумываем маршрут. Это многие меня просто спрашивают под фильмами. Как, что, где мы берем. Изучаем отчеты других туристов. Смотрим карту. Читаем Википедию и так далее. И потом выбираем из всего того материала, что мы находим. Из всех тех достопримечательностей, которые есть в каждом городе. То, что близко нам по душе. Мимо такого фонтана пройти было невозможно. Ну, по крайней мере, я бы в жизни мимо не прошел. Потому что я очень люблю итальянские фонтаны. Очень люблю итальянскую архитектуру и скульптуру. Особенно скультура. А этот фонтан, он представляет просто огромный комплекс скульптуры. Немножко из истории. Этот фонтан был сооружен в 1554-1555 годах флорентийским манеристом Франческо Камильяне для тосканской резиденции Педро Толецкого, испанского вице-короля Неаполи и Сицилии. После смерти владельца, его сын продал фонтан городу Палермо за 30 тысяч искуда. В 1574 году фонтан был разобран на 644 части и перевезен из Тосканы в Палермо и вновь собран под наблюдением сына своего создателя Камилла Камильяне. Фонтан представляет собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, окруженные статуями мифологических персонажей, аллегории, животных, фантастических монстров. Большинство человеческих фигур изображены обнаженными, что для благочестивых жителей Палермо стало шоком, отчего фонтан в народе назывался долгие годы фонтаном стыда. Церковь Палермо Расположена в самом историческом центре города, возле мэрии Палермо, рядом с фонтаном Претория. Недалеко еще находятся церкви Мартораны и Сан-Катальдо. И все являются объектами всемирного наследия. Невообразимое сочетание стилей, красок, очень яркая, даже может быть чересчур яркая церковь. Какой-то синтез сатилийского барокко, рококо и ренессанса. Я долго вспоминал, где что-то подобное я видел. Возможно в городе Львове, Украина, подобный храм не вспоминается. Ну что, продолжаем наше путешествие по Палермо. Нас ждет наш корабль, нас ждет наш лайнер. Такая семейка нам повстречалась по дороге. Три близнеца. Представляете, три ребенка одновременно. Я не представляю, как мама и как папа тоже выдерживают такой детский натиск. Вот сад Гарипальди. Заложен он в 19 веке. Очень красиво. Прямо на входе росло большое яркое мандариновое дерево. Прямо как елка новогодняя. И тут же женщины наши схватили мандаринки, быстренько почистили и слопали. Я постеснялся, но они сказали, что ничего. Чуть-чуть с горчинкой, а так практически как магазинная. Вот такой вот нереальный фикус. Вы представляете, это дерево называется фикус. Это что-то невообразимо. Это что-то такое, знаете, из фильма «Аватар». Вот эти висят такие вот канаты. Это не канаты, это корни. Корни этого дерева. Они опускаются вниз и прирастают к земле. И вот эта куча-куча стволов, которые вы видите. Это все вот эти корни, которые приросли. И дерево начинает обрастать новыми стволами. Это что-то нереальное, фантастическое. Такие деревья растут где-то в Африке, в Австралии. Ну, вот есть в Сицилии. Где-то я прочитал, что это самый большой фикус в Европе. Мы покидаем Сицилию. Мы покидаем город Палермо. На душе было грустно. Грустно до слез. Потому что, несмотря на то, что мы здесь гуляли 5-6 часов, наверное, я все же полюбил Сицилию. И рассчитываю обязательно сюда вернуться. Вернуться, чтобы попутешествовать уже основательно по этому острову. Ну, и к тому же напоминаю, что сегодня день моего рождения, юбилей. А этот праздник, он всегда грустный. Я живу третий день за границей. Никогда не мечтавши о том, Итальянскую пасту и пиццу запивая бургундским вином. Надо мной итальянское небо, А вокруг сицилийский пейзаж. Ах, как жаль, что здесь раньше я не был. Я открыл здесь свой вернисаж. День и ночь я писал бы картины, И те улочки, море, фонтан. Где, как солнце висят мандарины, А вдали дышит этно-вулкан. Здесь все радует и исцеляет, Лечит душу и жаждет любви. Оттого здесь так пылко ласкают меня нежные руки твои. Знаю, долго будут сниться итальянские виры в цвету. Та армина и ночь, как жар птица, Вносящая высоту. Божий дар сей душой принимая, Я твержу, будто клятву вовек. Если б не было этого края, То создал бы его человек. Стихотворение подписано на Благовещенский Борис. Спасибо тебе, Борис. А мы покидаем с грустью Сицилию. Прекрасную Сицилию. А вы не уходите далеко, Потому что наше путешествие, Наш круиз продолжается. Продолжение следует...